Всем привет, друзья! Сегодня я хочу вам показать небольшой ролик о создании картины «Свет моей души», которая была выполнена на заказ в очень короткий срок, поэтому у меня такая прям выжимка основных элементов создания, потому что я работала быстро, не было времени отвлекаться на съемку, на то, чтобы выставить камеру, и нужно было срочно заканчивать и отправлять, чтобы успеть подарить картину на день рождения. О том, как происходят заказы, я рассказывала раньше, у меня на сайте уже очень-очень давно висит такой большой текст о том, как, собственно, я берусь за заказы, да, то есть там написаны все условия работы на заказ, стоимость, размеры и прочие важные детали, с которыми может ознакомиться потенциальный заказчик и понять, хочет он со мной как бы работать или нет. Ну и, собственно, после того, как человек приходит ко мне, ознакомившись с этими условиями, я уже дополнительно общаюсь, и мы решаем, там, успеем мы в срок, какой размер, подходим ли мы друг другу, потому что то, что человек прочитал твои условия, не гарантирует вашего коннекта, не гарантирует то, что вы друг друга поняли или поймете в будущем. Но это приходит с опытом, поэтому всегда рады, когда появляются такие заказчики, с которыми у нас моментально происходит какая-то такая связь, мы понимаем, что это будет классное сотрудничество, и я прям вся на энтузиазме сажусь рисовать картины, и чаще всего такие работы уже в момент эскиза, да, то есть вот первоначальных этих зарисовок, которые я показываю для согласования и дальнейшей работы в материале, они сразу же находят отклик, мне ничего практически не приходится переделывать, и вот эта вот мысль, да, что человеку уже понравилось на этапе эскиза, что он был всем доволен, говорит мне о том, что, ну, я могу работать свободно, чувствовать себя свободно, не бояться, что итоговый результат не понравится, потому что чаще всего мои эскизы и готовые картины, они как одинаковые, да, просто эскиз более схематичный, вот, и здесь получилось ровно так же, как ко мне обратилась мама именинница, ее дочь, моя подписчица, как она сказала, ей очень нравятся мои работы, и вот мама решила сделать такой подарок на день рождения, показала мне фотографии, описала свою дочь, потрясающе яркая девушка, и вот осень, да, начинают везде желтеть листья, и такой вот теплый вайп на фотографиях, которые были, девушка рыжая, все такое, вот там был осенний лес, красивая, и я решила, что нужно вот поиграться с этими идеями, как раз мне ее мама прислала фотографии моих работ с элементами, которые ей нравятся в моих картинах, и вот, имея все это в голове, я совместила в такую композицию, где главный элемент картины, как вы уже могли заметить, это мой любимый, один из моих любимых приемов, это многослойная аппликация при помощи самоклеющейся бумаги, которая очень эффектно выглядит, и вообще всегда привлекает внимание зрителей, именно вот этим моментом отклеивания листиков происходит такая вот интересная магия, живопись, не живопись, какой-то ДПИ, что-то такое волшебное, интересное, с красивым очень результатом. И, как и раньше, этот прием я для себя открыла, наверное, в 2018 году, в серии «Символ» просто пришло в голову, решила попробовать, понравилось, потом я его усовершенствовала, поняла, как можно интереснее с ним работать, и с тех пор я записала несколько мастер-классов, которые вы можете найти здесь, в этом блоге, ссылки я оставлю в посте, прикреплю. Можете посмотреть, купить эти материалы, которыми я работаю, и это очень увлекательно именно с точки зрения, как сказать, процесса, потому что процесс такой получается немного вслепую, ты каждый раз закрашиваешь полотно плотным цветом, и только твоя голова, если у тебя хороший вот этот визуальный внутренний голос, который запомнил, какой там был цвет, и ты сверху начинаешь новые оттенки намешивать, добавлять, потом новые листья или бабочки, неважно. И вот главное во всем этом не запутаться, не заблудиться, чтобы получилось такое вот гармоничное пространство после того, как ты снимешь все эти лепестки. Но тема интереснее эта работа, она такая очень на интуиции, на творческом чутье, поэтому я всем советую попробовать, если вам нравится, как это выглядит, попробуйте именно сделать это самостоятельно, это не так сложно, как кажется. Мастер-классы мои вам в этом, я надеюсь, помогут. Раздобыть эту бумагу самоклеющуюся тоже совершенно несложно, она продается на маркетплейсах, она продается в розницу в разных там книжных магазинах, художественных магазинах, и, собственно, все, что вам нужно, да, это бумага, пару тюбиков акрила и много времени. Но опять же, есть варианты, например, бумагу эту порезать на плоттере, но если у вас картина совсем небольшая, можно и вручную любые фигуры вырезать, которые вам нравятся, особенно если вы не умеете работать в программах, которые создают эти кривые линии для плоттеров, а я не умею, поэтому я делаю это вручную. Вот можно не бояться, что какой-то нужен для этого специальный аппарат, вырезающий по бумаге, что-то идти в типографию, можно все по старинке ножницами вырезать. Мне кажется, эта работа собрала лучшее из того, что я умею, паттерны из листиков, бабочек, стволы деревьев, которые я еще отрепетировала много-много раз с момента создания картины, прислушиваясь, и теперь у меня стволы деревьев, у них своя технология, которая, кстати, тоже есть в этом блоге, вы можете посмотреть мастер-класс по созданию коры деревьев отдельно, у меня есть про то, как пишутся лица, и вот этот вот эффект свечения снизу. И, конечно же, фонарь. Фонарь — это вообще буквально то, с чего начиналось мое творчество там в далеком 2009-2010 году. Фонари, все светящееся в ночи, цветные точки. В общем, эта работа такая квинтэссенция меня, и я очень рада, что и маме заказчице, и дочке имениннице очень понравилась эта работа. Бесконечно приятно знать, что картина, ну, во-первых, на заказ понравилась, во-вторых, она будет жить с человеком, который действительно это ценит, оценит и будет его радовать. Поэтому, если вдруг вы смотрите и хотите тоже у меня заказать картину, я всегда рада общению, не бойтесь писать. Я делаю много эскизов, очень внимательно общаюсь и всегда рада интересным идеям, потому что у меня есть в голове свои идеи, но всегда интересно посмотреть на свое творчество из дне, то, что может привнести тебе другой человек. Это не всегда очевидно, и из этого могут получаться прям интересные, классные новые образы и работы. А у меня на сегодня все. Я просто хотела поделиться с вами процессом. Я немного записывала, потому что очень торопилась, и я надеюсь, что вам понравилось смотреть этот процесс, слушать меня. Оставайтесь со мной, скоро новая большая картина. У меня лежит в моей домашней мастерской кусок холста 70 на 70, и, кажется, я готова вернуться в тему пар. Я хочу нарисовать новую пару для себя, которую оставлю в свою коллекцию, и я думаю, это будет что-то очень смелое и интересное. Поэтому до встречи в новом видео. Надеюсь, очень скоро. Спасибо за просмотр и пока!